Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, наш Иисус! Благодарим Тебя, Господи, за милости Твои, за неизрещенное долготерпение Твое. Слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь! Милости Твоей полна земля! Никто не постыжен, кто прибегает к Тебе, и горе человеку не уверовавшему в Господа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир, судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, милосердный Создатель! Благодарим Тебя, Господи, за неизрещенную любовь Твою. Ибо слово Твое говорит горе смеющимся ныне. Ибо вас плащите и возрыдаете. Смех ваш обратится в плащ в скором времени. Покайтесь пред Господом. Да коли гнев Божий не возгорелся на эту землю. Мы благодарим Тебя, наш Иисус, за великую милость, что позволил нам свидетельствовать о Тебе. Ты Бог, и нет иного. Хвала Тебя, Иисусе Сладчайший! Слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Божий наш, тако насытилось и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но якобы посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дай им. Приди к нам и спаси нас. Аллилуйя! Господи, хвала Тебя! Пошли добрых проповедников и миссионеров в этот мир. Засвидетельствовать о любви Твоей. Как Ты дивно велик, наш Господь! Слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Иисус, за эту святую возможность нести радостную весть о воскресении Господнем, о любви Твоей, что Ты умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Хвала Тебе, Иисусе Сладчайший! Слава Тебе! Мы не знаем иного, кроме Тебя. Ты есть свет истинный, пришедший в этот мир. И был делающий добро, идет к свету, дабы явно были дела его. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Велики милости Твои и щедротом Твоим нет конца, Господи! Хвала Тебе! Ибо приближается время пришествия Твоего и конец всему живому на земле. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодаряем Тебя, Господи! И славим всемогущество Твое! Любовь Твою к роду человеческому! Ты, Бог, единый и вечный! Хвала Тебе! Ибо эта жизнь, как комедия, очень быстро окончится. Горе гречникам, не знающим Господа! Их ожидает огонь вечный, смятение, стон и рев, и пыль до небес! Аллилуйя! Хвала Тебе, Господи! Я грозный вестник, говорит пророк, дабы все услышали благую весть, покаялись от безумного греха и познали Господа Бога. И посвятили свою жизнь прославлению Иисуса. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Честь и поклонение, слава и благодарение! Единому, вечному! Господу Богу во Святой Троице! Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй! И благослови достояние Твое! Мы дети Твои! Благослови! Мы просим милости Твоих, склоняемся перед Твоим величием, сотворившим небо и землю, и даровавшему каждому жизнь и дыхание в ноздрях их! Аллилуйя! Близко время пришествия Твоего Исуда! Ты посылаешь вестников, дабы свидетельствовали о Твоей любви, что Ты умер за грехи людей! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Великие грозные испытания грядут на землю, горе непокаявшимся, и смех Ваш обратится в плач, в рыдание и горькое сожаление, что не примирились с Богом. Блажены плачущие, ибо они утешатся, ибо сегодня время не смеха, а время скорби и печали. Великие бедствия грядут на землю за то, что люди отступили от Бога и из жизни устроились Содом и Гоморру, и здесь собрались для разврата. Пьянство, богохуление, безбожие, самое нечистое место, какое приходится встречать. Они не думают о суде Божием, о суд при дверях. Помилуй нас, Боже, помилуй нас! Благослови, Господи, это наследие Твое! Многим откройся, да познают Тебя единого, истинного и вечного Бога! Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Коснись благодатью детей, обрати их на путь покаяния, послушания. Хвала Тебе, наш Иисус! Вечная милость Твоя коснулась людей. Твоя божественная любовь сошла в Иисусе Христе. Он умер за наши грехи и призывает к покаянию. Ибо без Тебя нет жизни. И что люди знают, как скоты тем расцлевают себя. Горе ожидает каждую душу, не познавшую Тебя, Господи. Пошли в разумление. Пошли благовестников в этот грешный мир. И в это место срама и стыда, дабы многие познали Тебя, Господи. Аллилуйя! Хвала Тебе, Бог Единый, Вечный, грозный судья, грядущий судить вселенную за отступничество от Тебя. Ибо и жизнь устроили Содом и Гоморру. Прелюбодеи и блудники собрались в одно место. И безумствует. Сатана раздел их. И видно всю срамоту. Не знают они Тебя. И не знают смысла жизни своей. Прости нас, Господи. Прости, Владыка. Приносим Тебе скорбь и печаль нашу о родных и близких, не познавших Тебя. Господи, коснись сердца и правителей. Ибо с них будет строгое взыскание на суде Божьем. Дай им страх Твой, святой. А обрати лик Твой на нашу страну. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель, видимого и невидимого. Аллилуйя! Кроме Тебя нет иного Бога. Господи, Ты дал человеку совесть, а он ее сжег. Прости нас, Владыка. Здесь собрались люди в одно место. Прелюбодеяние и грех. Срам и сквернословие. Безумие и сребролюбие. Помилуй, Господи. Пощади. Ты сам сказал, живите свято и будьте святы, как свят Господь Бог. Аллилуйя! Мы умоляем Тебя, Владыка. Прибудь с нами и пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести дивную милость Твою, что Ты умер за грехи людей и ждешь с покаянием. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Делающее добро идет к свету, дабы явны были дела его. Делающее злое не идет к свету, ибо дела его злы. Прости нас, Господи! Пощади, Владыка! Ибо человек, не познавший Тебя, хуже скота, и тем растлевают себя. Возри на это место, Господи! На место Содома и Гоморры, где мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигаются друг на друге и получают должное возмездие за свое заблуждение. Аллилуйя! Как некогда Содом и Гоморра были потоплены огнем. Эта же казнь ожидает и сегодня людей. Будь милостив, Владыка! Ты послал вестников своих, чтобы возвестить о скором Твоем пришествии. Хвала Тебе! За этот мирный день Господи! Косни сердце правителей! Устраши их! Да вы издавали мудрые законы! Ибо с начальствующих будет строгое взыскание на суде Божьем после воскресения из мертвых. Сохрани их от покушения на них! Косни сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи наследить это мирное время. Боже, всемогущий! Призри на детей Сирии, покинутых и заброшенных, оставшихся без родителей. Пошли им все потребное, возьми их на руки и глани Твои, выведи их из беды этой, и нам укажи на нуждающиеся в нашей помощи. Все в Твоей руке, Господи. И день сегодняшний, и день последний. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Псалом 118. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны, хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твоих хранить твердо. О, если бы направлялись пути моих к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем, Господи! Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Всем сердца моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Благословен Ты, Господи, но учи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровения Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забывая Слово Твоего. Яви милость рабу Твоему и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укоротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои – утешение мое. Советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявила пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Какие, может, вопросы у Вас есть? А, вопросов нет, дед. Вы молились? Да. Мы молимся. Пришли в эту бездну греха. Что с этой сделали? Сколько тут людей? Половина раздетая. Процентов 80 сидят мусульмане. Зачем сюда люди пришли? Малые дети смотрят. Они раздетые, совокупляются, показывают члены свои половые. Это место Содома и Гаморры. Боже все сожжет огнем. Где? А почему именно мусульмане? А я знаю, я им отвечал, почему. Потому что там, на родине, если они женятся, им разрешено 4 жены иметь. Надо хороший колым платить. А тут 44 бесплатно. Для разврата пришли как жеребцы. И сидят, то курят, то едят, то пьют. Нет, дед, мне просто вот сейчас стало интересно, я мусульманин. Да. А вот вы сказали, сидят тут мусульмане. Ну да, я сижу. Но я же не драчу. Извините. Ну вы, 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 да, сидите нормально, слушаете. Ну я же вижу, что делают-то. Она раздетая, совокупляются, как скотина в поле. Ну да, это грешники. Горе. Они там, на том свете, им придется отвечать. Отвечать придется. Блудники, воры, прелюбодеи, царствие Божие не наследуют. Их ожидает вечный огонь. Где черни умирает, огонь не угасает. Да, 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 да. Вы откуда, дед? Город Барнаул, Алтайский край. У нас большие ресурсы, если желаете, можете зайти. Вот внизу, это моя фамилия, имя, по скайпу поговорить, если нужно будет. Во свете Библии называется. У нас 14 тысяч роликов здесь. Мы строим православную деревню, строим с нуля. где нельзя пить, курить, материться, воровать. Не, я в это, как сказать, в Библии не разбираюсь, конечно. Но я слышал, что на Коране, что на Библии почти одинаково. Но на Библии меньше информации, чем на Коране. Да что вы! В Библии в тысячу раз больше. Я 56 лет несу это иго. Мне Господь позволил, написать 38 книг. Я решил подарить их. Мы проехали от Владивостока туда и до Лиссабона. Шесть мусульманских республик, Турцию. И в каждой библиотеке в мусульманских странах я оставлял 38 томов. И нам, мусульмане, дорогой нигде не мешали. А где можно, даже заступались. У нас хорошие впечатления остались, особенно в Чечне. Нет, мы никто, даже пророк Мухаммад никогда не запрещал христианам молиться. Ну да, чтобы налоги платили, чтобы и все. Православным молиться никто не запрещает. А вот мусульманинам запрещали когда-то в Советском Союзе молиться. В Советском Союзе еще спрашивают, давно ли было. Меня последний раз судили в 86-м году. У меня за плечами пять тюрем. У меня 26 лет руки выкручивали, еще со мной не делали, чтобы я отрекся от Бога. А мне уже 80 лет. Я иду за Богом. Теперь я реабилитирован, это злоупотребление советского строя, психиатрии. Ну и что? Я верующий, я Бога благодарю. У меня от Рамзана Кадырова благодарность даже. Правильно. Богу надо верить. Да, верить, что Господь умер за нас, Христос. И Он дарует прощение, кровью Своей омывает. Это написано, и это мы исполняем. Все пророки говорили об этом, что Он придет, Он родится от Девы Марии. У вас есть вопрос. Иисус пророк или Бог? Он пророк и Бог. Нет. Я вам ответил. Я согласен, Денис. Я вам ответил. Иисус, Иисус это по-моему, посланник. Бога, Бога, человек. Вот, мусульмане это не могут вместить. У них с детства непривычны. Он Бог. Второе лицо Троицы воплотился через Деву Марию, который вы Марьям называете. Он Бог и одновременно человек. Нет. Вы поймите правильно, Денис. Я не говорю, что я умный, что я грамотный, но Иисус это на нашем языке это Иса. Корок Иса. А у вас он Иисус. Ну, вы Иисус называетесь. Он посланник Бога, посланник Аллаха. Нет. Вышли Аллах посланник. Он Бог, он Бог, а не посланник Бога. Он говорит так, я отец одно. Евангелие Теяна, 10 глава, 30 стих. Вы пришли на 600 лет позже. Откуда вам знать-то? Ладно, тогда скажите мне, кто такой Мухаммад Аллах Алохи Василим? А вот смотрите, у меня есть... Ответьте просто на этот вопрос. Кто такой Мухаммад? Я сейчас отвечаю. Вы, если задали вопрос, умеете выслушать. Так не годится. Я только начинаю говорить, вы прерываете. Все, молчу. У меня, я проповедник христианства. Меня Бог послал не отрицать, а утверждать. И утверждать то, что написано в Евангелии. Там написано так, Деяние апостолов, 4,12. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет. И поэтому у меня табу запретное четыре слова. Я Аллах с мусульманами не произношу. Зачем их драконить? Мухаммад не произношу. И Коран. Три слова. Я произношу Христос, Бог, Евангелие. Субтитры сделал DimaTorzok